МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда по воскресеньям мы пишем новую главу в книге под названием «Удачный проект», которая расскажет всё о строительстве и ремонте. И сегодня мы сочиним воплощение заветной мечты для одной очень милой пары. Смотрите прямо сейчас. Воссоздаём стиль французского кафе в панельной многоэтажке. Раскрываем нюансы качественного утепления и остекления лоджии. Готовим лучшее блюдо для обеда в летний зной. Украшаем цветник с самым популярным растением 21 века. А также превращаем подручные мелочи в яркий и эффектный декор. И, конечно, узнаём все тонкости и нюансы правильного ремонта. Знакомьтесь, наши сегодняшние герои – семейная пара Анатолий и Людмила. Вместе супруги уже более полувека. Анатолий по профессии врач-анестезиолог, а его жена – инженер. Когда-то, в молодые годы, они обожали вместе путешествовать на мотороллерах. Но с возрастом их увлечения изменились. Сейчас Людмила и Анатолий собирают сведения и изучают историю жизни своих предков. Их труд воплотился в уникальную книгу рода, в которой отражены судьбы пяти поколений. Здравствуйте! Здравствуйте! Смотри, мотороллер, как у нас в молодости. Доставка цветов. Я по адресу? Я, я, я. Спасибо большое. Как вы говорили, Малис? Пожалуйста. Ой, спасибо. Людмила Никитична, Анатолий Александрович, я очень рад с вами познакомиться. Как вам мой мотороллер? Да чудо не мотороллер. Как мы ездили по Крещатику, машин нету, ничего. Едем тихо, спокойно, везде, и на озерах, везде, где мы только не были на мотороллерах. Так, может быть, сейчас вспомним молодость и с ветерком? Давайте, я сейчас пойду. Или сейчас все-таки больше спокойствия хочется? Уже все. Уже хочется спокойствия, чтобы было нам уютненько. И вот мы мечтаем о том, чтобы у нас был балкон уютный, красивый. Так показывайте, где же ваш балкон? Да, вон балкон. Вот там, да? Да, восьмой этаж. Наши герои живут в самом обычном панельном доме. Их квартира просторная и светлая. Стены коридора и гостиной украшают авторские пейзажи Людмилы, а также панно из сухоцветов, которые хозяйка создает своими руками. Из простой и уютной гостиной есть выход на балкон. Как видите, он абсолютно не защищен ни от палящего солнца, ни снега с дождем. Людмила и Анатолий мечтают сделать его теплым и комфортным. Но средств у пенсионеров на исполнение заветного желания не хватает. Поэтому удачный проект решил прийти им на помощь. Ну что же, я так понимаю, это тот самый балкон. И скажу, что вид просто шикарный. Скажите, а не скучно вам будет здесь посиделки устраивать? Нет, не скучно. Нам будет здесь приятно. 56 лет мы вместе. Нам не скучно. Хочется здесь, чтобы было уютненько и чтобы было нам приятно. А если говорить о ремонте балкона, вот какие у вас пожелания? Ну, чтобы был зеленый. Чтобы можно было поставить цветы. Моя жена Людочка любит их. Чтобы кресла были или что-нибудь. И пара полочек для чашечек. Дизайнер Яна Шевченко вместо громоздких конструкций любит использовать функциональную модульную мебель. Считает, что секрет красивого интерьера в деталях. Думаем, именно ее навыки и опыт помогут сделать этот балкон таким, каким его мечтают видеть наши участники. Я уже познакомился с нашими героями. Это очень красивая и милая пара. У них есть мечта. Они хотят отремонтировать свой балкон. В главных пожеланиях балкон должен быть не только красивым, но и функциональным. Как с этим быть? Мы видим, что балкон маленький, но для размещения небольшой зоны отдыха места будет вполне достаточно. Людмила Никитишна просто обожает цветы. Я так понимаю, она планирует выставлять вазоно цветами как раз на балконе. И этот момент тоже нас просили учесть. Да, конечно. Но как же балкон без цветов? Я предусмотрела место для размещения большого количества живых растений. Мы сделаем имитацию некой европейской кафешки, и поэтому наши герои, они, выходя из собственной квартиры, смогут ощутиться, как будто бы в другой стране. Уютные уличные кафе Франции – это простота, элегантность и сдержанный аристократический шарм старой Европы. Открытые террасы из натурального дерева, изящная плетеная ротанговая мебель и маленькие круглые столики для тет-а-тет. Никакой помпезности и показной роскоши. Множество растений и благоухающих цветов в деревянных кашпо – вот и все убранство. Итак, удачный проект приступает к работе. Бетонный пол на балконе лишь способствует проводимости холода зимой, поэтому его мы утеплим за счет деревянной конструкции. Кладем лаги на ребро. К ним саморезами прикручиваем бруски. Данная конфигурация обеспечит циркуляцию воздуха, и древесина впоследствии не будет гнить. Сверху монтируем ОСП-плиты. Они очень прочные. В их состав входят специальный клей и смолы. Данные плиты влагоустойчивы. Материал не разрушается, не разбухает и сохраняет свои свойства даже при нахождении в воде в течение суток. Использование ОСП-плит – это один из самых быстрых способов сделать пол идеально ровным и утеплить его. Основание под укладку ламината готово. Займемся подготовкой стен к обшивке вагонкой. Чтобы сделать отверстие в бетонной поверхности, перфоратором насквозь просверливаем брусок. Теперь в них вбиваем дюбели-гвозди с ударными шурупами. Деревянные рейки крепим по периметру пола. Прибиваем их с помощью дюбелей к стене. Монтируем вертикальные рейки. Сверху обшиваем каркас деревянной вагонкой. Для декоративности используем гвозди без шляпок. На откосы по периметру окна также набиваем планки из дерева. Сейчас все чаще для отделки балконов применяют пластиковую вагонку. Однако мастера удачного проекта рекомендуют обратить внимание на натуральное дерево. Ведь этот материал имеет ряд преимуществ по сравнению с искусственными. Дерево экологично не содержит вредных химических примесей. За счет своей пористой структуры оно имеет воздушную подушку и не пропускает холод внутрь помещения. Ну и, конечно же, мало какой материал может сравниться с красотой натурального дерева. Балкон наших сегодняшних участников совсем не защищен от непогоды. Он же является причиной значительных теплопотерь в квартире. Удачный проект точно знает, как исправить этот недостаток. Мы остеклим балкон окнами VDS 7 серии. Чтобы максимально утеплить помещение, мы устанавливаем окна с широким двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом. Стеклопакеты заполнены инертным газом, аргоном. В этой конструкции мы использовали штульп. Благодаря ему хозяева квартиры смогут наслаждаться видом из окна, который не будет преграждаться пластиковой перемычкой посередине. В сочетании с шестикамерной профильной системой такая конфигурация окна обеспечит надежную теплоизоляцию дома. А это значит, что в холодное время года в квартире станет теплее на несколько градусов. По просьбе хозяев мы также установили белый подоконник, которому они обязательно найдут применение в быту. Такой подоконник очень легок в уборке благодаря глянцевой поверхности, а его качественное покрытие не потускнеет и не изменит цвет со временем. Еще одной особенностью конструкции является ручка. Она расположена не как обычно посередине, а внизу. Так обитателям квартиры будет легче открывать окна. Новый балкон подарит своим владельцам комфорт, уют и надежно сохранить тепло их семейного очага. А сейчас время для нашей кулинарной рубрики. В такую жару на повестке дня может стоять только рецепт, в названии которого есть слово «холодный». Наш ведущий кулинар сочетает его со словом «борщ» и за считанные минуты вы получаете по-настоящему летнее первое блюдо. Привет всем! Если вы не были в Литве, вы многое потеряли. Вы не пробовали потрясающе холодный литовский борщ? Конечно, есть у него конкуренты, как гаспачо или наша окрошка, но это совершенно другое. Ингредиенты очень простые. Это свекла, огурцы, зелень, яйца, картошка, масло, сметана и, конечно же, литр кефира. Ну что ж, приступим. Литовский борщ мы будем готовить с конца, то есть с гарнира, с картошки. Картошку мы будем делать в фольге на мангале. Берем фольгу. Я научу вас очень простому способу. Картошка получается нереально вкусной. Для этого мы берем масло, смазываем маслечком фольгу. Ну, конечно, настоящие запорийские казаки смазывались мальцем, но литовцы нас не поймут. Итак, внимание, берем травы, добавляем сухой чесночок, все это перемешиваем. И, конечно, соль. Как говорится, солью картошку не испортишь. Завернув в этот ароматный кусок фольги нашу картошку, не забудьте обязательно милочкой сделать небольшие дырочки для того, чтобы влага могла выходить. Так она хорошо пропитается дымком. Теперь мы положим это все на гриль и будем запекать до мягкости. Итак, пока картошка у нас запекается, мы начнем готовить наш литовский холодный борщ. Вы спросите, почему борщ? Потому что самый главный ингредиент – это буряк. Ну, топ-то свекла. Какой же борщ без буряка? Итак, натираем свеклу. Она у нас заранее отварена. Кстати, свекла – это один из немногих овощей, который сохраняет свои свойства в любом виде. Что бы вы с ней ни делали – жарили, парили, тушили, варили – все равно. Так, переходим к огурцам. Мы их режем простыми кубиками. Если в блюде есть огурцы, то свежесть блюду гарантирована. Узнал я об этом литовском холодном борще случайно. Будучи в Одессе, тогда было градусов где-то 35 или под 40 жары. Я пришел к своему другу Витасу. Он живет в Одессе, хотя и из Литвы. И сказал, дай что-нибудь холодненькое, потому что жара неимоверная. И он мне, говорит, без проблем. И говорит, вот тебе литовский борщ. Я когда увидел, я обалдел. Я говорю, это окрошка? Говорит, нет. Я говорю, ну, это типа, ну, гаспачо какой-то. Нет. Говорит, это литовкус борщакус. Почти латынь. Так, теперь яйца. Мы нарезаем их мелкими кубиками. Вы знаете, знаменитый режиссер Хичкок очень боялся яиц. Ну, есть такая фобия, когда человек боится предметы овальной формы. Удивительно, что режиссер, который в кино пугал всех, сам боялся простого яйца. Ну, для того, чтобы Хичкок тоже мог с нами попробовать это блюдо, мы порежем это яйцо мелкими-мелкими кубиками. А теперь подготовим зелень. Вот так. Все это мы сейчас поженим. Итак, для финала нам не хватает всего лишь три детали. Крибли, крабли, грабли. То есть, сначала мы берем четыре ложечки сметаны, соль по вкусу и все перемешаем. И литовцы, как все северные народы, очень сдержанные. Конечно, по сравнению с эстонцами они кажутся итальянцами. Но все же, их сдержанность проявляется даже в кулинарии. Например, специями в Прибалтике не увлекаются. Они просто, ну, максимум добавляют соли. Поэтому я решил ничего не добавлять и сделать чисто литовское блюдо. Для того, чтобы это блюдо стало борщом, нам не хватает одного компонента. Это бульона. Ну, в качестве оного для нас послужит кефир. Если кефир у вас жирный, то можете добавить воды. Посмотрите, какая красота рождается на наших глазах. В самую жаркую погоду это блюдо именно то охлаждает и насыщает. Теперь мы этот борщ ставим в холодильник на 30-40 минут, чтобы он стал настоящим литовским борщом. Так, пришло время достать картошку. А, хорошо. Холодный борщ и горячая картошка – главный секрет этого блюда. Чтобы не говорили о медлительности литовцев, но их национальное блюдо готовится за минуты, а съедается еще быстрее. Так что спасайтесь от жары с умом и кушайте с удовольствием. Приятного аппетита! Мы преображаем балкон для семейной пары наших телезрителей. Атмосферу уюта помогут создать портьеры. Чтобы не терять времени даром, захожу их в интернет-магазине «Розетка». Итак, захожу в раздел «Товары для дома». Ищу домашний текстиль. Теперь шторы и занавески. Ставлю слева галочку возле слова «Портьеры». Кстати, это очень удобный поисковый фильтр. Сразу сортируют все нужные варианты. Вы знаете, мне очень нравится вот эта модель. Ее и закажем. Нажимаем кнопку «Купить». Ну вот и все, товар уже направляется к нам. Итак, удачный проект продолжает строительные работы на балконе. Мы уже утеплили и выровняли пол с помощью деревянной конструкции. И подготовили его под будущую укладку ламината. Боковые глухие стены обшили вагонкой. Установили металлопластиковую балконную раму. Однако после монтажных работ остались неприглядные щели, через которые может проникать сквозняк. Устраняем этот недостаток с помощью монтажной пены. Выбираем специальную морозостойкую для наружного применения. Современные технологии в строительстве позволяют без всяких проблем создавать различные конфигурации потолков. Всегда беспроигрышный и эффективный способ придания поверхностям нужной формы – это использование гипсокартонных конструкций. Для каркаса применяется металлический профиль. Крепим его по периметру потолка с помощью саморезов. Он очень удобен в работе, легко гнется и без усилий режется на необходимые по размеру отрезки. Теперь монтируем гипсокартон. Этот материал был изобретен в Америке еще в прошлом столетии. И с английского drywall переводится как сухая стена. Он состоит из множества слоев картона и гипса. И не подвержен образованию грибков и плесени. На стыке гипсокартона клеим армирующую сетку. Она надежно защитит потолок от трещин и деформаций. Пока строительные работы идут полным ходом, я решил навестить наших героев – Людмилу и Анатолия. Погода выдалась прекрасной, и мы дружной компанией выбрались на берег Днепра. Эх, хорошо здесь. Давно мечтал выбраться, отдохнуть, посмотреть природу. Места здесь очень красивые. Да, места замечательные. Называются Черторой. Раньше еще проходил катерок. Назывался Лапоть. Лапоть – это огромный такой катер, то есть площадка такая совершенно ровная, как баржа. И там набивалось полно народа. Мы сюда приезжали, вот я, моя сестра. И здесь занимались каждый своим делом. Я любила рисовать. Сестра меня учила, как надо держать руку, как надо класть краску. Вот, я люблю пастель. Люда, я хочу показать сестру, которая тебя учила. А, это в нашей родовой книге. Есть фотография, да? Да, в родовой книге, вот, пожалуйста. Это слева, да? Да, да, слева. Людмила, вы знаете, вы очень похожи с сестрой. Да? Это приятно. А я видел вашу картину, которую вы начинали рисовать на начальном этапе. А можно посмотреть сейчас, как она выглядит? О, пожалуйста, пожалуйста. Вот, сейчас посмотрите. Ну, так у вас прекрасно просто получается? Ой, спасибо. Ваша похвала для меня очень важна. Вы человек творческий. И вообще я обожаю живопись импрессионистов. Особенно Мане. Вот у меня дома я, ну, копирую, я беру открытки, там смотрю, вот, и пытаюсь изобразить тоже картину. Иногда получается. Ну, вот, теперь я точно знаю, чем мы украсим интерьер вашего нового балкона. О, это уже хорошо. Но пока я вам не скажу, чем. Пусть это будет секретом для вас. Ну, тем более хорошо. И очень я ценю ваше мнение, как молодого человека, потому что молодость, она лучше сейчас разбирается во всем, нежели наше поколение. Мы вас не подведем. А удачный проект продолжает строительные работы. Если в вашей квартире неостекленный балкон объединен с комнатой, то потеря тепла просто колоссальная. Вместо квартиры батареи отапливают улицу. Именно с такой проблемой мы и столкнулись у наших героев. Поэтому будем немедленно исправлять ситуацию. Нижнюю стенку под балконной рамой следует хорошенько утеплить. Монтируем конструкцию из металлического профиля. Одним из лучших теплоизоляционных материалов по праву считается минеральная вата. Она не воспламеняется, не гниет и не подвержена грибкам или плесени. Вата не впитывает влагу. Вода просто скатывается по ней, не попадая внутрь волокон. Еще одним неоспоримым достоинством этого материала является то, что он обладает высокой шумоизоляцией. Поверх минеральной ваты крепим на саморезы парабарьерную пленку. Она состоит из мембран и обеспечивает циркуляцию воздуха. Это надежная защита стен балкона от промерзания и от образования конденсата. Они останутся сухими, а значит сохранят тепло. Теперь закрываем минвату и пароизоляционную пленку гипсокартоном. Благодаря такой технологии утепления балкона даже в самые суровые зимы в вашей комнате будут комфортные плюс 20. Лето – жаркая пора для всех. Особенно для любителей ухаживать за садом или даже цветником. А как насчет того, чтобы украсить свои клубы цветком, который живет всего лишь сутки, но каждый день распускается заново? Уникальный лилейник в нашей следующей рубрике. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях прекрасный лилейник. В последнее время этот цветок стал настолько популярен, что поистине считается номер один в 21 столетии. И, конечно же, такую знаменитость мы не могли обойти вниманием. Очень часто начинающие садоводы спрашивают, а что, лилия и лилейник – это разве не одно и то же? Конечно же, нет. Это два совершенно разных растения. Лилия – это луковичное растение с длинным стеблем, мелкими листьями. А лилейник – это корневищное многолетнее растение. Часто вдоль забора вы можете увидеть оранжевый лилейник – видовой. Он очень высокий, обильно цветущий. Также простой и неприхотливый – крымсон пират. Он ниже ростом и имеет форму спайдер – паукообразную. Обратите внимание вот на этот веселенький сорт двухцветный. Франц Холл похож на клоуна. Всегда создаст хорошее настроение. Также махровый лилейничек, относящийся к карликовым сортам. Латинское название цветка – гемеракалис. Соединяет в себе два слова – красивый и день. Поэтому так и называется – красоднев. Размножается лилейник чаще всего делением корневища. Но иногда может пускать вот такие вот отводки. Если вы хотите купить понравившийся вам сорт, обязательно покупайте летом, когда вы видите цветок. Недобросовестные продавцы могут предложить вам обычный видовой лилейник и сказать, что это сортовой. Делается очень просто. Обрезаются цветоносы, укорачивается лист, вставляется сюда красивый сортовой цветок. И вы никогда не докажете, что вы купили. Лилейник – растение неприхотливое. Его называют еще растением для ленивых. Посадив один раз, вы можете много лет его не пересаживать. Ухода он также требует минимального. Подкормили, полили, главное – обрезали цветоносы, когда они отцвели, чтобы всегда куст был нарядным и красивым. Земля подходит для лилейника любая, садовая. У нас очень хороший чернозем. И здесь мы посадим с вами куст, выкопав неглубокую ямку. Сорт у нас невысокий, из карликовых лилейников, поэтому сажаем мы его на переднем плане. Есть небольшая хитрость в посадке лилейников. Вы должны обратить внимание на то, как расположены его корни. Их немного, и растут они веером. Поэтому мы высаживаем лилейник на сформированный горбик. И располагаем все корешки по кругу в виде паука. Также следите за тем, чтобы розетка листьев была красиво расположена. Вот, например, у этого лилейника она растет веером. Если мы посадим ее боком, это будет некрасиво. Выбираем всегда ракурс от зрителя. И присыпаем лилейничек землей. Перед посадкой обязательно нужно обрезать листья, для того, чтобы длинные они не испаряли влагу. И убрать цветонос. Но сегодня мы этого делать не будем. Пусть хозяева полюбуется. Утрамбовываем землю. Поливать не будем. Здесь земля влажная. Если же она у вас сухая, обязательно полейте. Укореняется лилейник достаточно быстро. И за сезон может дать несколько молодых розеток. Из каждой розетки у вас вырастет цветонос. И через несколько лет вы получите пышный, красивый куст. А теперь внимание. Лилейник не только красив, но еще съедобен и вкусен. Сейчас вы в этом убедитесь. Сегодня на нашей цветочной кухне уникальный салат из лилейника. Вся прелесть этого блюда в том, что мы делаем его руками, без применения ножа. Листья и цветы лилейника очень хорошо сочетаются с цитрусовыми, апельсином или мандарином. Поэтому мы очистим мандаринки. Есть множество блюд из лилейника, но все они с термической обработкой. Например, икра из лилейника, которая по вкусу напоминает баклажанную, но гораздо пикантнее и богаче по всем вкусовым оттенкам. Мандарин делим на дольки руками. К начищенным мандаринам добавляем немного руколы, которую также рвем руками. При этом освобождается ее неповторимый вкус. Теперь добавляем цветы лилейника. Их мы также рвем руками. Аккуратно открываем лепесточки и забросаем их в салат. Лилейники, помимо своих кулинарных свойств, обладают еще и лечебными. Они помогают при конъюнктивитах, ожогах, ушибах. Их используют как легкое снотворное и успокаивающее средство. Пикантный вкус салату придаст горсть кунжута, несколько капель бальзамического уксуса и немного оливкового масла. Тщательно перемешаем. Украсим салат цветком лилейника. Экзотическое блюдо готово. Несмотря на то, что лилейник цветет всего один день, ему удалось стать королем цветочного балла. Наслаждайтесь его красотой и тонким вкусом. И будьте всегда здоровы! Удачный проект продолжает строительные работы на балконе наших героев. Самое время придать декоративность вагонке на стенах. Дерево у нас светлое, поэтому, чтобы подчеркнуть красоту цвета и фактуры, мы покрываем его специальным акриловым лаком новейшей модификации. Он на водной основе. По сравнению со стандартными лаками, которые выделяют ядовитые химические вещества, акриловый безопасен для здоровья и практически не имеет запаха. Лак матовый и полупрозрачный. Он не искажает натуральный тон рисунок дерева и не желтеет со временем, как это обычно бывает. А вот и наш заказ из интернет-магазина «Розетка». Доставили, как всегда, точно в оговоренное время. Благодаря их профессиональной работе купить любой товар можно, не выходя из дома. Гипсокартонную конструкцию под балконной рамой тщательно грунтуем антисептиком. Он предотвратит появление плесени. Вскоре на этой стене появятся обои. Потолок на балконе мы будем выравнивать с помощью текстурирования. Широким шпателем распределяем первый равномерный слой по поверхности. Второй слой наносим хаотичными мазками. Потолок получается фактурным и выглядит очень эффектно. Вообще текстурирование шпаклевкой – это идеальный способ легко и просто выровнять кривые потолки. С этим справится даже аматор. Создавать неповторимые узоры можно с помощью любых подручных средств – валика, поролоновой губки и самого обычного полиэтиленового кулька. Так что не бойтесь экспериментировать. Неотделимая часть французского интерьера – это, конечно же, уют. В нем обязательно должны присутствовать мягкие и душевные детали. Секретом изготовления одной из таких с вами поделится наш дизайнер. Причем сделает это прямо сейчас. Здравствуйте! Дарить заботу любимым людям – одно из самых приятных дел на свете. И сегодня мы изготовим поднос, который сделает первый утренний кофе по-настоящему теплым. Для этого нам понадобится фоторамка, красивая ткань, синтепон, вырезки из журналов и несложные инструменты. Для начала разбираем фоторамку. Как видите, я купила рамочку побольше, как раз размером с поднос. Сейчас будем красить рамку в тот цвет, который нам нравится. Кисть для рисования акрилом должна быть жесткой. А еще упругой и гибкой, чтобы мазки получались ровными. Акриловая краска хороша для рельефных и грубых техник рисования. Именно это нам сейчас требуется. Если вам хочется творить, не ограничивайте себя. Сделать рамку уникальной поможет любой узор, который придет вам в голову. У геометрических фигур тоже есть своя психология. А круглые линии успокаивает и умиротворяет. А вот прямые углы наоборот, бодрят и наполняют энергией. С каким настроением вы хотите поглощать завтрак с такого подноса, решайте сами. Далее нам нужен картон, который шел в комплекте с рамкой. Его будем красить аэрозольной краской. Выбирайте любой нейтральный цвет. Он будет базой и практически скроется под другими рисунками. Поэтому не увлекайтесь. А теперь мы создадим лицо будущего подноса. Выбирайте любые картинки, которые вам по душе. Пока краска не высохла, клеим наш калаш. В бурном 20 веке калаш стал целым направлением в искусстве. Самые известные художники-экспериментаторы считали его отличным способом для выражения своих идей. Теперь рамку можно собирать. Половина работы уже сделана. Далее будем обугораживать поднос с обратной стороны. Чтобы ставить поднос на колени было удобно, его дно мы сделаем мягким. Для этого вырежем кусок синтепона. Практически по размеру самой рамки, но на 2 см меньше с каждой стороны. Теперь нам понадобится ткань. Ее наоборот, нужно вырезать с запасом по краям. Делаем отрезок на 6-7 см больше рамки с каждой стороны. Ткань вы можете выбрать любую, какая вам нравится. Здесь главное красота и мягкость. Ну и конечно же, чтобы материал не так быстро истирался. Приготовления завершены. Можно делать дно. Синтепон фиксировать не нужно. Это будет делать ткань. Края ткани аккуратно загибаем и прикрепляем к подносу с помощью канцелярских кнопок. Один японский дизайнер придумал поднос с магнитным дном. Посуда к нему идет тоже магнитная. Так что пока несешь, разлить что-то практически нереально. Думаю, если прицепить к нему такую подушку, получится самый незаменимый в мире поднос. Финальный штрих ручки. Можно взять обычный мебельный. Прикрепим их на свои места и поднос готов. Счастье состоит из маленьких приятных моментов. Порадуйте себя и своих близких мягким оригинальным подносом и вы увидите, что сделать свою жизнь уютнее очень просто. Бетонный пол на балконе мы утеплили за счет деревянной конструкции. Основа из ОСП плиты идеально ровная и все готово к укладке ламината. Для начала стелим подложку. Этот материал значительно утепляет пол. К тому же прекрасно поглощает звук и не деформируется при сжатии. Укладываем ламинат в замок. Мы выбрали ламинат «Беленый дуб». Он повторяет фактуру, рисунок и цвет натурального дерева. Чтобы пол приобрел законченный и аккуратный вид, монтируем плинтус. Напоминаем, что удачный проект преображает балкон для семьи наших телезрителей. При строительстве любая мелочь, даже на первый взгляд, ненужные обрезки досок – на вес золота. В умелых руках дизайнера они превратятся в оригинальный декор интерьера. У нас есть остатки деревянной вагонки, которые мы обшивали стены балкона. Сейчас вы увидите, как из них сделать стильный ящик для цветов. Ведь наша сегодняшняя героиня очень любит выращивать комнатные растения. Вагонка заранее распилена на планки и рейки нужного размера. Длинные по 40 см и короткие по 20 см. Теперь размещаем поверхность планок. Сверлим отверстия в вагонке с каждой стороны. Скрепляем конструкцию из брусков и вагонки с помощью саморезов. Днищем для ящика послужит фанира. Ее мы тоже заранее вырезали по размеру. Прикручиваем фаниру саморезами к брускам. Итак, деревянная основа готова. Но это еще не все. Для того, чтобы ящик гармонично вписался в придуманный нами интерьер, мы его сейчас задекорируем. Для начала покрываем конструкцию матовым лаком с белесым оттенком. Мы выбрали светлый тон, ведь это классика стиля Прованс. А теперь самое интересное. Украсим ящик узорами. Прикладываем трафарет к поверхности ящика и спонжем наносим краску. Края тонируем в серо-коричневый цвет. Ну вот и все. Немного труда, фантазии и 20 минут превратили ненужные доски в красивый ящик для цветов. Стена под балконной рамой уже утеплена. Итак, наносим специальный клей на прогрунтованную поверхность гипсокартона. Само полотно оставляем сухим. А теперь обещанный сюрприз. Наша героиня – большая поклонница творчества Клода Мане. Поэтому для декора балкона дизайнер выбрала одну из любимых картин хозяйки – поле цветущих желтых ирисов. И решила перенести изображение на обои с помощью фотопечати. Прикладываем к стене и разравниваем пластиковым шпателем. Посмотрите, как преобразилась обычная невзрачная стена. Теперь это цветущее поле французской провинции. Надеемся, хозяйке понравится наш подарок. Самое время повесить люстру. Она выполнена в виде старинного фонаря. Провод, который обычно прячут, мы наоборот превращаем в стильный элемент декора. Для того, чтобы сделать дизайн вашего дома эксклюзивным, совершенно необязательно покупать декор в дорогих художественных салонах. На любую деталь интерьера, будь то мебель, кашпо для цветов или, как в нашем случае, ролеты, можно нанести выбранный вами рисунок самостоятельно. Первыми в новом интерьере появляются настенные полки цвета венге. Обратите внимание на их кованые крепления. Они перекликаются с оригинальной люстрой из металла и стекла в виде старинного фонаря. А внизу – тумба с открытыми полками. А теперь, как мы и обещали, свое почетное место на окнах занимают дизайнерские ролеты. В унисон им и эффектные коричневые портьеры от интернет-магазина «Розетка». Одну из стен украсят любимые фотографии наших героев. Атмосферу домашнего уюта и тепла создадут массивные коралловые свечи. А антикварные вещи с историей – неизменные атрибуты стиля винтаж. Он сейчас на пике популярности в дизайне интерьеров французских кафе. На открытых полках найдется место любимым книгам наших героев. А вот и изящная плетеная мебель под ротанг. И маленький круглый столик. Льняные салфетки и фарфоровый сервиз – все уже готово для чая вдвоем. И, конечно же, благоухающие цветы лаванды, изысканные, как сама Франция. Они красуются повсюду – в деревянных ящиках, подвесных кашпо и на подоконниках. А репродукции картин любимого художника наших героев, импрессиониста Клода Мане, переносит нас в сказочный и романтичный Париж. Ну вот, последние приготовления завершены. Каждая деталь заняла свое место на балконе в стиле французского кафе. Надеюсь, Людмила и Анатолий по достоинству оценят наши старания. Кстати, пришло время их приглашать. Ой, какая красота! Ну, это вообще... А-а-а! А все как красиво! Боже мой! А цветы какие! А картины! Моя любимая картина Мане! Даже эта есть! А здесь! А шторы! А здесь и цветы! Ну, вообще, восторг! Восторг слов! Я даже не могу подобрать слова, потому что здесь сплошной восторг, сплошной. А стульчики, а столики. А подушечки даже, ну как продумано! Ну, дизайнеры, ну все тут так поработали. И пол здесь какой, и обшивка! Ах, и лампа! Так хорошо все сделано, и красиво, и к месту каждое, что слов, как говорится, новых не найдешь. Все хорошо. Ну, этого настроения нам хватит на года. Да, Толя? Да. Чудесно просто! Вот где мы с тобой будем отдыхать, пить чаи гонять. Да, да, да. Вот тепло. И по всей квартире будет тепло. Окна же какие шикарные! Аромат какой-то! Лаванда из-за границы прибыла. Наверное, ты прав. Подстепяешься. Посмотри, какие столики, кресла. Ой, а удобные какие! Да, да. Еще и подушечка от бока. А! Чаполочь. Ой, какая красота! Учужок. А здесь собачка наша. Ну все, настолько... Я смотрю, вам здесь все нравится? Ой, да не то слово, Ормма! Что, вы не узнали свой балкон? Восторг! Картина моя, любимая Мане. Кстати, это тот сюрприз, о котором я вам говорил на берегу реки. Помните? Да. Наш дизайнер Яна специально заказала фотообои с картиной Клода Мане. А вы чувствуете, даже вот сейчас в доме стало гораздо теплее, когда балкон застеплили, да? Теплее стало, да. Жизнь налаживается. У нас радиаторы отвратительные. А теперь у нас будет, наконец, здесь тепло. Приходите зимой греться к нам. Вы наверняка обратили внимание на ящики, на полочки. Вот вы как хозяин дома. Что вы планируете там разместить? Инструмент будет. Ну еще что-нибудь буду прятать. От супруги? Да, естественно. Вы знаете, я вам открою одну маленькую тайну сейчас. У нас есть небольшой секрет. Дело в том, что мы подготовили для вас еще один подарок. Еще один подарок. Мне не нравится ваш старый телевизор. И программа... Красивый. Программа «Удачный проект» решила вам подарить большой телевизор. Вот он. Да как это? Мама дорогая. Это вам. Я это с вашего позволения забираю, и мы ставим вам новый телевизор. Боже мой, спасибо. Хочется мне вас расцеловать. И всю команду. Да, обязательно. Всю команду. Спасибо большое. Посмотрите, как вам нравится? Да, ну не то слово. Прекрасно. Ну и комната сразу же по-другому выглядит. Еще раз браво, браво вашему проекту. Да, спасибо. Итак, очередная глава удачного проекта дописана. А это значит, что ровно через неделю вас ожидает другая, но не менее интересная история. Пишите нам, и пусть именно ваша квартира станет ее главным героем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok